Таня Савимович сказал, что он здесь, в отпуске. Также он сказал, что он здесь, в гостях, что он международный человек. Мне хотелось выразить огромную благодарность ему и всем остальным, ученикам Шрига Прабхупады, которые приезжают сюда, в Россию. И я лучше, чем кто бы ни был, еще знаю, какой огромный груз они несут в России. И с какими сложностями они здесь сталкиваются. Мы русские люди, и мы привыкли к тому, что мы русские люди. А они не привыкли к тому, что мы русские люди. Бабхти Читане с вами, Махараджи, и все остальные проповедники, начиная с Харикеши с вами, Керти Раджи Прабху, Прабху Раджи Прабху, Ни Раджи на Махараджи, Ни Раджи на Махараджи, многих-многих других, которые приезжали сюда и вдохновляли от имени Шрига Прабхупады. И до этого еще сюда приезжал Хамсадута Прабху, Криса Аксальтра Махараджи, Бакти Вайбава Махараджи, он был одним из пионеров, Гопал Криса Махараджи, конечно же. Галинда Махараджи, Чапатак Махараджи и многие другие. На самом деле они стали очень родными нашему сердцу. Когда я вижу вот эти читания с вами Махараджи на сердце, у меня становится тепло, я вспоминаю его доброту, его непритязательность. И больше всего, конечно же, меня поражает в них, во всех это неутомимое желание служить Шрига Прабхупаде. То, что делает Бактич Таймин Махараджи, меня непонятно, я никогда не смогу это упомянуть. Потому что ездить столько, сколько ездит он, я не знаю, кто мог бы это делать. Годом год. Причем его зона, GBC, она, пожалуй, самая экзотическая, потому что его зона простирается от Южной Африки до Дальнего Востока, захватывая одновременно Прибалтику. И что самое поразительное, что он успевает везде, на все фестивали, которые только можно. Так что иногда я даже подозреваю, что он может выделять какие-то экспансии из себя и в параллельных пространствах проповедовать. Но предные очень много говорили о нем, и в его лице мне хотелось бы от своего имени поблагодарить тех учеников Силы Прабхупады, которые для меня являются гурвадой, то есть представителями духовного учителя, потому что они учат нас самым главным в Духу, абсолютно полного самопожертвования. Когда я смотрю на Гапал Кришни Махарадзе, я понимаю, что этот человек не оставил для себя вообще ничего. И каждая капелька энергии, как только она у него появляется, он сразу же отдает ее Силы Прабхупаде на служение Силы Прабхупаде. И все то же самое можно сказать про всех остальных. Взять Батак Махарадзе, который в своем состоянии ездит из страны в страну, или Бхакти Читане Силы Махарадзе, который в своем возрасте путешествует неустанно здесь, и, на мой взгляд, сегодня предные говорили о уровнях преданного служения, о том, на каком уровне кто находится. Всем интересно, на каком уровне кто находится. Но когда я смотрю на этих учеников Силы Прабхупады и пытаюсь понять, что они движут, потому что с материальной точки зрения это все абсолютно невероятно представить себе. Представить себе их образ жизни и то, что они делают, невероятно. И я понимаю, что источником этого является любовь к жизни Прабхупаде. Что именно она есть источник энергии в их сердце, неистощимый источник. Абсолютно не материальный источник. С материальной точки зрения, еще раз, то, что делает Эндрадиумна Махарача, например, это абсолютно невероятная вещь. То, что делает Габбал Кресли Махарача или Бхакти Читани Махарача, это абсолютно не умещается в головах у них. И, на мой взгляд, это признак того... Я знаю, что меня будут осуждать за это знатоки каких-нибудь там рас и шастр, но для меня несомненно, что это признак Бхавы или любви, потому что иначе объяснить это невозможно. Духовного, материального объяснения этого нет. Когда Шилл Прабхупада достиг своего успеха, приехав на Запад и начав проповедовать свое без гроша в кармане международное движение, многие его духовные братья говорили, это потому что он бизнесмен. Это потому что у него был опыт, и потому что он знает, как организовывать, еще что-то такое. Но на самом деле это проявление, такое понимание, это проявление очень глубокого неба.